Это уже третий форум свободной России в Вильнюсе, Игорь. Что вы чувствуете? Как вы относитесь к этому? Какая есть выхлоп, какая-то практическая польза от этого для вас и для всех? Я думаю, что каждый по-своему судит. Мне интересно послушать другие мнения, другие позиции, поскольку я больше занимаюсь теоретизированием уже, чем практически выстраиванием баррикад, уже возраст не тот. Но мне интересно понять, какие мнения господствуют в гражданском движении, в оппозиционном движении. В этом смысле это репрезентативно. Я вместе с тем вижу и проблему, потому что я считаю, что многие теоретические проблемы, казалось бы, это далеко, ну что там какая-то теория, вот нужно сейчас идти помочь дальнобойщикам. Но есть важные теоретические проблемы, без решения которых движение может оказаться неэффективным или вообще уйти куда-то в сторону. Вот я думаю, что такая секция была бы нужна о том, каковы как бы модели будущего России, к чему мы должны стремиться, что для нас важно и так далее, и так далее. А я полностью... Кстати, ну там я завтра буду выступать, и может быть там... То есть я-то точно об этом буду говорить, может быть и другие будут об этом говорить. Ну а какие модели, на ваш взгляд, наиболее предпочтительные? Там социальная, экономическая, политическая? Ну я просто исхожу из того, что... Да и появился. Я просто исхожу из того, что вот, я уже об этом говорил, вот призыв, мне не понравилось, что люди, которые говорили о федерализме, во-первых, они не все досказывают. Я вообще не люблю так общаться, когда человек что-то прячет, скрывает. Говори прямо, что ты думаешь. И они почувствовали, что я их обвиняю в попытке теоретически обосновать распад страны, им стало страшно, они замолчали. Ну вот это не решение вопроса. Но я еще раз хочу повторить, что вот каждый регион, каждая этническая национальная группа, все они имеют свои права, гражданские, социальные, но должны иметь свои права. И государство, которое это игнорирует, которое это пресекает, оно ведет, так сказать, состав России в тупик. Это неприемлемо. Но вопрос, что дальше? Потому что если все мы сможем учесть права каждого региона, каждой этнической группы, кажется, зачем нам тогда распадаться? Вот нам тогда и нужно жить вместе. То есть, более того, ведь распад 91-го года, который многие приветствовали, я могу честно сказать, я как раз в марте 91-го года работал на Радио Свобода, я сказал, что я против обновления, против восстановления обновленного СССР, когда был референом. Но чего мы добились? Страна распалась, а номенклатура была и осталась у власти. Я тогда и думал, что распад приведет к тому, что союзная номенклатура самая паразитическая, что она исчезнет. Она возродилась, она спокойно существует дальше, грабит страну, грабит свой народ. Поэтому распад – это вообще не решение. Знаете, недавно я писал там блог, скажем, один автор из Сибири, он написал, что, это было в новой газете, официальной газете, он написал, что вот после того, что Кремль сделал в Сибири, то, что он натворил, мы, Сибирь, должны отделиться. Вывод должен быть, после того, что Кремль сделал в Сибири, Кремль нужно менять. А он делает вывод, Сибирь должна отделиться. Так там будет 100 клонов этого Кремля, понимаете? То есть вот эти теоретические проблемы очень важны. Они как бы такие абстрактные, формальные, научные. Но они вот цели меняют людей, ориентиры меняют людей. Нам нужно, знаете, этот образ, что крысы бегут с тонущего корабля. Вот нам нужно вести себя иначе. Наш корабль России, гигантский, огромный корабль с тысячелетней историей, находится на грани краха, на грани катастрофы. Мы переживаем русскую катастрофу. Так в этой ситуации нужно не разбегаться, а нужно сплотиться и спасать свой корабль. А не разбегаться в разные углы. Ну и много других вопросов, которые здесь звучат, возникают, которые надо бы обсудить. Что такое русская катастрофа? Русская катастрофа это то, что произошло после 1917 года, когда, во-первых, Советский Союз это не Россия. Это некий тезис, который для многих совершенно непонятен. У Солженицына есть такое высказание, что Советский Союз относится к исторической России как убийц с убитой. То есть это совершенно разные вещи. Мы понимаем, что ФРГ и Третий Рейх это несовместимо. А вот проблемы, которые сегодня в постсовке, они как бы были все тысячи лет. Это чушь собачья. То есть, во-первых, это разные государства. И даже это не СССР, это вообще квази-государства. А во-вторых, Советский Союз и постсовок это такое очень специфическое образование, которое абсолютно несовместимо с реальностью. Они создали такую систему, которая не вписывается ни в какую реальность. Поэтому они все время в борьбе и в войне с собственным народом. Поэтому здесь врагом народа стал сам народ. Поэтому они все время в конфронтации со всем внешним миром. И нам нужно не Крым находиться под оккупацией, а Россия находится под оккупацией. И в 1918 году Ленин написал, что Россия завоевана большевиками. Вот этого сукина сына с этим плакатом нужно по всей стране развесить. Россия завоевана большевиками. От этого надо спасаться, уходить и менять это. Вот чем суть. Поэтому русская катастрофа началась в 1917 году. Когда было разрушено всякое преемство с той России, распущена русская армия, запрещено русское законодательство 30 ноября 1917 года, русское право, запрещено русская символика, гимн, распущены все сословия социальные и так далее. Мы живем не в России. Да, но на этом создано было другое государство, правильно? Да, создано другое квази-государство, которое доказало свою абсолютную неэффективность, которое рухнуло через 70 лет. А Зиновьев это государство защищал, например? Нет, но Зиновьев один из главных путаников, который что только не защищал, а против чего только не выступал. Но я и скажу не из Зиновьева, и даже не из Солженицына, я скажу из реальности. Россия просуществляла тысячу лет, а это, кажется, 70 лет. Она устроила светлое будущее, а закончила распадом. Закончил к настрой. В 20 веке Россия вступала с претензией на мировое лидерство. У нас были самые высокие в мире темпы экономического роста. Я могу долго рассказывать. 40% мирового агроэкспорта это Россия. В 2014 году в Москве и Питере строили, начинали строить метрополитены. 18 выпускников русских гимназий и университетов в 2018 году стали нобелевскими лауреатами. А крепостное право? Что вы? А крепостное право? Ой, Господи, дорогой. Крепостное право это синоним слова феодализм. Всюду в Европе был феодализм практически и всюду было крепостное право. Доля крепостных, у нас совершенно искаженная вся история. Мне так нужно объяснить все изначально. У нас в 1861 году, когда отменили крепостное право, было 28% крепостных. Были свободные крестьяне, которые составляли в больше половины населения. У нас был целый ряд губерний, где вообще никакого крепостного права не было. У нас в Америке рабство было отменено на 4 года больше, чем в России крепостное право. Причем рабство отменили в результате тяжелейшей кровавой гражданской войны. А в России император Александр II смог организовать, собрать, выяснить согласие, прийти к консенсусу и просто отменить крепостное право. И крепостное право это не рабство. Потому что помещик был обязан содержать крестьян в случае форс-мажорных обстоятельств. Это особый тип отношений. Потом крепостное право, оно не просто какая-то глупость. Это нужно было для того, потому что все дворянство, это офицерский корпус. Это офицерский корпус Роскармиум должен был как-то держаться. За счет этого Россия расширила свои границы, территории. А Герцен писал, Герцен, Некрасов, путешествие из Петербурга в Москву, помните? Да, сейчас из Петербурга в Москву. Это выдумка. Вы из всей русской литературы знаете только то, что вам преподавали в советской школе. Многие тексты Герцена выдуманы и высосаны из пальца. Наконец я скажу главу. Да, это была проблема. И проблема, вообще-то почему крепостное право отменили? А почему они отменили в 30-м году, отменили в 61-м? Потому что, во-первых, российская политика была совершенно реалистичной. Потому что первое поражение русской армии за 150 лет, это поражение в Крымской войне. Это 1156 год, когда русская армия впервые проиграла. После этого ответ. Все реформы. Александр II император-реформатор. Реформа местного самоуправления. Реформа военной реформы. Крестьянская реформа. Правовая реформа. То есть до сих пор работала. Ведь французов возгнали. Русская армия победила Наполеона. Понимаете, самый сильный военный руководитель Европы был. Проиграл в России при крепостном праве. Значит, оно было достаточно эффективно. Я вам напомню Фирса из Вишневого сада Чехова. Когда там идет разговор у Фирса. И кто-то говорит, вот это было до беды. А он устроил, до какой беды? А Фирс отвечает, до отмены крепости. Она многих устраивала. Она работала. Это не было какой-то зверстики. Ничего подобного. Но если эта власть была так эффективна и общество... Почему же они проиграли большевикам? Которые... Да, очень хороший вопрос задаете. Для меня ваши вопросы... У меня как бы нет к вам претензий. Они показывают о том, что у нас отсутствует история. Нет объяснения того, что было. Потому что большевики... Никакой революции в октябре 17-го года не было. Был захват власти на немецкие деньги. Об этом пишет Керенский, что если бы большевики не получили гигантские финансовые влияния, военную поддержку, пропагандистскую поддержку... Знаете, что листовки 6-го ноября были отпечатаны за рубежом. Если бы они это не получили, никакой бы власти большевиков здесь быть не могло. Почему революция так называемая? Переворот происходил 6-го, 7-го ноября. Что в ноябре они проваливались? А на 7-е, по некоторым данным, они пригласили финский спецназ, который взял Зимний дворец и арестовал временной прессой. Да потому что на 8-е ноября были намечены переговоры, назначены переговоры между министром иностранных дел правительства Керенского и австралия, венгерской делегации. Австралия выходила из войны, она уже не могла, она не выдерживала, а проигрывала. И тогда немцы об этом узнали в Берлине. И сообщили Ульяну, слушай, ты, козел, сколько денег получил? Давай быстро на воде приедем, и этот вывел братья на Зимний дворец. Понимаешь, что произошло? Это был переворот. И он на день успел, если он на день не задержался, он кричал же про медление смерти подобное. Если бы на день позже Австро-Венгрия бы вышла из войны, вслед на ней выходила Болгария, все, конец войны, большевики не могли ничего сделать. А вторая мировая? Что? А вторая мировая. Победили же, победили, благодаря идеологии, нет? Не согласны? Слушай, какая мифология? Во-первых, Второй мировой развязывал Сталин и Гитлер. Если бы не было секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа, Вторая мировая была бы невозможна. То есть только в союзе с Гитлером безопасно, он попросил себе, он не мог воевать на ду фронта. И Сталин мечтал о союзе с Гитлером, и они развязали эту войну. Два года воевали вместе. Причем строчки из известной песни «Мало крови, могучим ударом» они совершенно правильные. Многие говорят, что какую глупость писали. Писали совершенно правильно, потому что первые два года смогли взять Эстонию, Латвию, Литву, Западную Польшу, Бессарабию, почти без потерь. То есть это был союз с Гитлером. А, то есть вы говорите, победили в войне. Да, значит, во-первых, развязывали эту войну. Во-вторых, в войне победило 53 государства антигитерской коалиции, одним из которых был Советский Союз. В-третьих, Сталин не раз говорил, без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха, а проиграл бы в этой войне. В-четвертых, если победили, то сегодня нет Советского Союза, сегодня нет советского народа победителя, а вы поете песни от того, кто смыт с мировой арены, кто исчез с мировой историей. Вот я не случайно вам сказал как раз про Крымскую войну, потому что после первого поражения русской армии, русская армия 150 лет не проигрывала. После этого поражения были сделаны все выводы, реформ, анализ. После такого очень тяжелейшего поражения победы в Второй мировой войне никаких выводов. Нам до сих пор какую-то фигню лепят на уши. Сталин сказал, 7 миллионов погибло, а 14 февраля этого года Госдума объясняет, 42 миллиона погибло. Так это что происходит? Что за манипуляции? Что вы вытворяете с войной? Какие выводы? Уря, уря, уря. Вы не способны руководить. Самый неэффективный менеджер это Сталин. Но у него куча защитников. Ну, у него, конечно, куча защитников, потому что вообще все, что происходит, вот у нас, говорит, вы изучили общественное мнение, у вас там 15% туда, а 85%... Это не общественное мнение вы изучили, вы изучаете эффективность пропаганды, совершенно другое. Потому что при таком телевидении, как у нас, то, что 15% твердо говорит, нет, Крым не наш, это чудо, если бы американцев так обрабатывались, вот сто лет гоняли по ГУЛАГу, по Голдоморам, по Тапартанцам, кто бы спрашивали, да? Все бы сломались. А у нас 15% говорит, нет, не принимают это. Поэтому речь идет не об общественном, не о мнении народа. Как только у нас люди не могут все знать, потому что от них это скрывает, морочит голову. Потому что люди заняты, работают с утра до ночи, они же не могут сидеть по библиотекам, да? А тот, кто может сидеть, и тот, кто сидит и знает, тому не дают говорить. А как только, я думаю, что даже вот то, что я сейчас сказал про войну, ну давайте контраргументы, я вас выслушаю, я не фанатик, мой отец воевал с первую часть, он начал на границе. Вообще абсолютно чудо, что он дошел до Праги. Ну давайте, нет же контраргументов. Вот это победа бесия, все. Вот для чего это? Ну конечно, им не надо чем строить пропаганду, единственное, что у них осталось, это миф о победе. Но это миф. Это миф. И война дошла совершенно не так, как все другие войны. Если в этой войне, в Отечественной, больше миллиона человек перешел на сторону противника, не все были в армии Власова, но их всех называют Власовцами, все, кто перешел туда. А началось это вовсе не в 41-м, началось гораздо раньше, потому что в Советско-Польской войне, когда первый раз Советская Россия напала на Польшу в 1920 году, до 100 тысяч наших красноармейцев осталось в Польше в плену. И после этого Ленин понял, что никаких договоров о защите военно-пленных мы подписывать не будем, потому что они будут сюда оставаться. И русские плены были брошены в тяжелейшее положение. В 1939 году, когда он сейчас с войной в Финляндии, одна из причин, почему он закончился так быстро, потому что из пленных красноармейцев они в Финляндии сами стали формировать батальоны, которые готовы были идти на Москву. Они так вот всего этого здесь наелись, понимаете? Почему и армия в 41-м отступала? Ведь никто не ответил на этот вопрос. А потому что с винтовками стояли те люди, по которым прошло голодобор, красный террор, большой террор, депортация, расказачивание, расколотка. Да они вообще ненавидели эту власть. Они бросали. Но потом оказывалось, что Гитлера еще хуже. А тут Сталин такую вел дисциплину, что им деваться было некуда. Во всем же этом надо разбираться, выберите победу. Скажите, вот история. Благодаря знанию истории, можно предсказывать будущее? Ну конечно. Понимаете, предсказывает будущее, ну это не очень точная формулировка. Делать какие-то прогнозы и сценарии, конечно, можно. И это можно только и зная историю. И не случайно, что у нас в стране никакой истории нет. После 17-го года у нас даже уничтожаются документы архива. Это вообще единственная страна с такой практикой. Голова совершенно заморочена, совершенно запутана людям. В России до 17-го года была запрещена цензура исторических работ. Историки писали то, что они думали. А Пушкин? А что Пушкин? А Пушкина цензурировали. Пушкин нет. Цензура была. Не было цензуры исторических работ. Это было запрещено. Поэтому вы читаете сегодня Ключевского, Соловьева, Крамзина. Там можно спорить, можно уточнить. Но это очень интересно. Это их позиция. А читать советские книги об историческом пленме, съезде и выступлении выдающегося вождя, ни один человек сегодня не может. От этого дошли. Да ничего не переиздается. А книги русских историков переиздаются через 150 лет. Путинский режим можно было прогнозировать. Правильно, что это будет такая мафия? Хорошо. Вот. Пантинская. Правильно? И что? В любом случае, я знаю людей, которые это сделали. Я так не думал. Я думал, что после Ельцинга мы исцелились. Я так думал. В 2000 году, и когда один мой товарищ сказал, что они приходят не на 5 лет, они приходят навсегда, я думал, что это вообще-то скептик. Он оказался прав. А вы сейчас что думаете? Какое будет будущее? Я не знаю, какое будет будущее. Я думаю, что этот режим, эта система исчерпала себя полностью и дело не в Путине, а дело в политической системе. Поэтому я не против Путина, а против русской катастрофы, как я уже сказал. И у них осталось не больше полутора лет для экономических преобразований. То есть экономика разрушена в клочьях, в хламах. И поэтому, а экономика, если всюду в мире политика, концентрированное выражение экономики, то есть то, что нужно бизнесу, то политики и делали. А у нас экономика, концентрированное выражение политики. У нас то, что нужно бизнесу. Вы видели, в прошлом году 9 тысяч тонн продуктов бульдозерами растерзали. Там одной клубники украинской, представляете, сколько баб из них должно было пахать на этой земле, чтобы 9 тысяч тонн клубники собрать. Это же в баррес, что они все бульдозерами растерзали. Потому что это политические нужды. Вот эта система и экономический механизм, он разрушается. Он будет исчерпан через полтора года. Все. Они уже тратят фонды, пенсионный фонд, фонд национального государства. Все. А и надо будет менять, и политическую систему. И это надо готовить. И самое главное, я считаю, сохранить целостность страны. Потому что если мы еще раз распадемся, то вообще никому не будем нужны. Ну а что вы предлагаете? Какую модель? Что делать? Ну вот все отравлено, все прогнило. Ну все привыкли так. Не все привыкли, не все отравлено. Важнейшая вещь, конечно, это информация. Информация такая. Глоток свежего воздуха. Людям нужно объяснить. Если бы в руках нормальных людей было телевидение, можно за три недели поменять общественное мнение. Дайте богу. Почему у нас существуют списки? Почему людей не пускать? Почему я, например, зову время от времени на телевидении? Кроме как открыть рот, ничего не дают. Вдохнуть кислород. Первое условие – это восстановить здравый смысл. Хотя, понимаете, тоже я вижу некоторые основания для оптимизма. Я вот недавно посмотрел фильм Манского про Северную Корею. Вот это кошмар. Там еще хуже. И не просто кошмар. Понимаете, там на смену диктатору Ким Ир Сену пришел его сынишка, на смену сынишке пришел внучок. Там не было просвета. А у нас был. У нас было Хручевское время, у нас Горбачевское время, Ельцинское время. Поэтому это не проходит бесследно. И толку. Итоги. И толку, да. Толк, конечно, есть. Толк есть. Потому что есть, ну, я бы даже не стал называть то, что здесь собирается оппозиция. Вот они оппозиции, они против моей страны. Я за мою страну. Сказали, для меня главная целостность России. Так это оппозиция не стране, а власти. Оппозиция власти, да. Да, оппозиция власти есть. Но вот толк в том, что у нас нет беспробудного единства. Потому что у нас другая ситуация. Многие люди еще и боятся. Войдет я там на телевидение, вот последний, я, конечно, не могу называть персонали, но звонят мне, говорят, приезжайте на телевидение. Я не знаю, будут в курсе или нет, что я время-дремени выступаю на этих каналах. Я говорю, нет, я на ваш канал, я не пойду. Меня начинают упрашивать. Да вы единственный, кто может хоть с критикой выступить. Вы поймите, у вас нет других вариантов. Вот вы, то есть, во-первых, сами организаторы программы просят. Во-вторых, идет программа, все выступают в один голос. Потом ко мне подходит человек. Спасибо вам, я с вами согласен, дарит мне книжку. Понимаете? То есть, вот еще запуганность, запуганность, когда люди смогут говорить то, что они думают, совсем другая картина выразить, проявиться. Ну, вы здесь тоже критикуете, наверное, так же интереснее будет, правильно? Ну, вот на форуме. Ну, я не согласен с тем, кто выступает за категорическими. Категорически. А позицию Гарри Кимовича Каспарова вы знаете? Ну, он не очень ее, как бы, полно излагает, но я думаю, что мы во многом близки, во многом совпадаем. Но я вообще, я же занимаюсь, я профессиональный России. К сожалению, боюсь, что у нас, не знаю, два или три в стране. У меня такого понятия, у меня там управление 25 лет. Я доктор наук, моя докторская диссертация о национальной идее, она решена давно, это просто не нужно власти. Я этим занимаюсь, и для меня выход заключается в том, что не то ищешь. Для меня выход заключается в том, чтобы продолжить российский маршрут. Не Путина менять на Шмутину, ну, поменяйте вы насечен, вам мало не покажется. Нужно не персонали менять, а системами. Вот в чем суть, вот в чем выход. То есть нужно вернуть то, что было до 17-го года. Не то, что вернуть. Вернуть ничего нельзя. Вернуться даже нельзя в начало нашего разговора. Можно модернизировать эти ценности. Это в моей книгах все это описано. Ну, понятно, что... ...правильно. Я считаю, что нам нужно объявить себя продолжателями белого движения. Вот что нужно делать. Вот за что нужно бороться. Я, конечно, заблизость с Европой, за контакт, за учет их опыт, несомненно. Но у меня есть моя страна, почему я должен размазаться вообще в ноль и за кем-то бежать? Что надо сделать в первую очередь? Вот если бы вам дали власть сейчас, что сделать? Свободное телевидение раз, да? Здравый смысл. Информация, нужна подготовка к выборам в учительные собрания. И вот нужно вернуться, как бы вернуться в ту точку, в которой начался слом. А слом начался тогда, когда русский, российский народ выбрал свободное учительное собрание. Большевики его разогнали, расстреляли в Москве, в Питере тех, кто вышел в область защиту. Вот нужно перейти к выборам, к информации. Нужна, конечно, будет, на мой взгляд, это не сегодня все, но нужна будет, господи, в лейтем условии, но я бы никаким чиновникам коррумпированным права голоса не дал на выборах. Нет. Иллюстрация нужна. Иллюстрация, да, иллюстрация, конечно, да. Нужна иллюстрация, нужна модернизация российской системы ценностей, нужны выборы в учительное собрание, нужна вообще, нужен суд на Совком, суд на русский народ, нужен суд на советской системе, потому что если мы не дадим правовую оценку, Сталин нас будет хватать бесконечно за шею и за горло. То есть нужно дать оценку советчине, нужно модернизировать российский образ, писать его в сегодняшний день, нужно готовить выборы в учительное собрание, нужно открыть архивы, документы и так далее, менять информацию на политику. Царь нужен, нет? Ну, царь, это, я думаю, что, знаете, это вопрос, на который легко ответить, ну, чтобы люди поняли, где же такой цель, вообще существует российский императорский дом, существует, и у меня, кстати, единственная медаль, в моей жизни эта медаль от российского императорского дома, поэтому не все уничтожено, но задача не просто в том, чтобы указан взять или сейчас взять и выкинуть Ленина из Мавзолея. Нужно объяснить, нужно сделать так, чтобы люди сами пошли его выкидывать, понимаете? И нужно не просто заставлять принять монархию. Монархия такой, который она была в начале 20 века, к ней не вернутся. Но британцы, Англия живет с монархами счастливы. Бельгия, Голландия, Швеция, Норвегия, Испания и так далее, это же европейский опыт, европейский. Это такая вбит миф, вот вбит миф, что монархия это всегда авторитаризм, это глупость. А я назову две цифры. За весь 19... А монарх, это как отец родной был в России. За весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек за 100 лет до 1900 года. Не 41 миллион, на 41 человек. А за первые 35 лет в России светлого будущего мы потеряли 65 миллионов жизней без монархии. Ну какая ситуация? Вообще нужно не просто монархия, а все то, что связано с нашими корнями, все то, что было наработано тысячелетней историей, может быть вписано в сегодня. А религия нужна вот такая православная? Нет, ну религия, понимаете, мы же весь кризис, Россия связан с тем, что мы потеряли не мы, а все Европы. Потеряла веру, потеряла религию, поэтому религия это вопрос не российский, это вопрос вообще западный. Ну, вы ходите в церковь? Прочищаете все? Нет, ну постсоветская церковь это вообще просто учреждение при власти. Это совсем другое явление. Русская церковь, вообще русское государство строилось, хребтом русской государство не было православной, русской православной церкви. Поэтому все большой разговор, потому что вот говорили там про Некрасова, про Радищева, но надо иметь в виду, что задача русской литературы заключалась в критике системы. Это не подпольщик. И, понимаете, литература русская всегда критиковала, а православие всегда поддерживало нас. Вот из этого симбиоза воростало великое российское государство. Понимаете? Тут нельзя вот отдельно так вырывать то, все, вот все была система, которая работала. Спасибо. И именно потому что церковь угасала, именно потому что, как сказал Достоевский в конце XIX века, если Бога нет, все дозволено, он понимал, что мы теряем Бог. Поэтому произошел февраль. И февраль это переходит. Ведь откуда власть императора? Император помазанник Божий над Богом. А если я не верующий, кто для меня император? Никто. Пошли террористы, нигилисты, бомбисты и так далее. И Россия это поняла. Россия провела февраль и сказала, что главное это выбор учились, то есть власть от народа, от граждан. Не от Бога, а от граждан. Вот в этот момент, когда государство стало реформироваться, тут большевики ворвались со своим красным террором. Все уничтожено.